Звучит музыка Не забывайте, что я художник, да? Я художник, я показываю свою разностороннесть. К сожалению, я не очень хорошо рисую. Вот сейчас я это понимаю, что на самом деле я упустил в свое время какой-то момент. Это советовать этим молодым художникам, которые сразу начинают переходить к инсталляциям и к современным искусствам. Конечно, момент рисования он важен всегда. Сейчас, секунду, секунду. Сейчас, назад, назад, назад. Вот где-то вот отсюда. Все, можно начинать. Стоп! Да, давай, брат. В 95-м году я встретился с одним художником, японцем, в Швейцарии. И он сказал, я тебя приглашу в Японию, приезжай. Один из проектов был «Жизнь на необитаемом острове». И я попросил вот этих организаторов найти мне какой-нибудь островок, чтобы я там пожил хотя бы дней 10 один. Вот просто вот один. Они организовали этот островок, там 3000 островов в Японии. Но я там провел только одну ночь. Ну вот, лежа ночью на берегу этого острова, заброшенной непонятной какой-то судьбой своей какой-то фантазии художника, и глядя вот звездное небо, да, вот такой романтический такой сюжет, вот вдруг я понял, что вот искусство, современное искусство, дает невероятную возможность понять важные вещи в жизни. И это был таким поворотным пунктом в моей дальнейшей творческой судьбе, я очень сильно изменился. Я посетил могилу Христа в Японии. Это недалеко от Хоккайда, это наверху, существует такое место. Это маленькая деревня, называется Шингу-Виллоч. Вот, и там такой вот холмик, вот, ухоженный, очень такая лесенка, очень хорошая деревянная. И там две могилы, вот такие вот холмики за таким русским белым заборчиком, вот так вот, и два креста. Значит, одна могила Христа, а другая могила его брата из Укирии, да. Вот такой абсурд, да. Когда я там одел пастырскую одежду, черную, да, поднялся по этой лестнице, там сидел рокер. Такой вот весь вот в кольцах, в металле, в джинсовой такой, у него была бутылка вина, какой-то хлеб такой лежал. Вот, и он, значит, я посмотрел так, и, как бы, обращаясь к пастыру, он мне спросил, что вы думаете по этому поводу? И потом сказал, что я, собственно, не пастыр, я художник. И он приехал на выставку и принес мне, значит, журнал, называется Мистер Байк. Вот, и он там был на обложке на мотоцикле. Это был тоже странный человек, который рекламирует какие-то мотоциклы, который ездит по странным местам и пишет какие-то тексты. Вот представьте, это вот странное стечение, какое-то невероятное стечение обстоятельств. О, Андрей Андрей, стой, стой, стой. Я приехал из Германии, нашел могилу Христа, встретил какой-то вот мир другой совершенно, да. Вот это вот невероятное сочетание, какие-то абсурды, но в реальности. Вот это вот тоже дало мне какое-то невероятное такое вот ощущение, что мир, конечно, удивительный. И если нет ощущения вот этого удивления в мире, то, собственно, вообще жить не стоит. Вот если нет, за этим вот не стоит такой вот внутренний смех, когда тебе не хочется рассмеяться, глядя вот на этот абсурд, то, в принципе, вот здесь вот есть момент непонимания. Вот если ты рассмеялся, значит, ты понял. И вот этот момент очень важен. И вот именно на этом уровне можно говорить с любым человеком. Как бы вопрос контекста, естественно, для меня, как концептуального художника, очень важен. Но дело в том, что я создаю контекст. Это как бы и моя мифология. Я создаю свой контекст. Я вгрызаюсь, что ли, да, в этот вот культурный слой, как бы своими амбициями, своими представлениями и своим контекстом. Я навязываю, активно очень. Со мной могут не согласиться, естественно, и я, как бы, понимаю это несогласие. Но, как показывает история, миф гораздо реальнее реальности. В одном случае, мне говорят, молодец, собрал такой материал. Никто бы не сделал. Другой сделал бы, ты сделал хорошую выставку. Ты сделал просто идиотскую работу. Мы не можем понять, почему ты это сделал. Замечательно. Нам это очень нравится. Вот опять-таки, вот это вот и есть как бы специфика современного художника. Тут нельзя однозначно сказать, чем ты занимаешься. И я на этом настаиваю. И в этом моя проблема, потому что, в принципе, традиционное искусство – это вот картина, рамка и рисунок, и лежок. Но, в принципе, вот такое искусство, что это такое? Что это такое? Люди не совсем понимают, для чего это вообще. Я считаю, что современные художники, они расширяют сознание людей. Выйдите на улицу, да, так вот, и зайдите сюда. Вы понимаете, какой-то невероятный контраст. И мне кажется, что в этом есть момент как бы вот сдвига какого-то в сознании. Человек начинает думать, что, ну, в принципе, жизнь не так примитивна, да. Она сложна, в ней есть нюансы, в ней есть глубина, в ней есть непонятное. Я бы так сказал, что мы открываем обыкновенному человеку непонятное, присутствие непонятного, так скажем. Дверь в непонятное, потому что люди обычно забывают об этом. Для меня важна какая-то вот глубина и то, что я еще подкладываю под эти жесты. Вот. Просто жест. Ну, пожалуй, мне сложно сделать. Вот так вот, необдуманно просто. Наверное, в юности я что-то такое делал. Какие-то вот такие моменты, на которые сейчас я смотрю с большим удивлением. И даже с завистью. Ну, там был такой вот абсурдный такой вот ход, как бы запугать стул, стол. Вот. И это было сфотографировано. Надо сказать, меня это удивляет. Сейчас глядя на эти фотографии, вот эта вот витальность такая, агрессия. Вот. Можно было сыграть гораздо мягче. Но там это присутствует. Ну, я даже испытываю зависть вот ко многим художникам, которые вот начали делать и так до конца. Вот они придумали какую-то свою концепцию, придумали какой-то метод, что ли, да? И ему следует. С вариациями. Огромное количество вариаций. Это движение по горизонтали. То есть, как бы, им не важно, как бы, вот двигаться куда-то вверх. Они расширяются, двигаются вот по этой горизонтали очень активно, по своей. И очень хорошо осваивают ее. И очень много примеров. Очень много примеров. И большинство художников таких. Но, опять-таки, на этом движении это нужно делать тоже очень интересно, хорошо. И понимать, на самом деле, что ты движешься и крутой. Но есть еще разные другие направления. Мысли, скажем, да? Вот. Многие об этом забывают. И это, как раз, большой минус. Они думают, что вот это вот движение есть самое правильное. А есть просто очень много всего другого. Какая-то огромная фирма или, там, не знаю, конгломерат-фирм. Но я могу с ними конкурировать, потому что я сам как конгломерат в себе. Понимаете? Я знаю, где я стою. И мне абсолютно не важно, кто скажет так или так. Я работаю всегда на микро-уровне. Я могу любую идею, какова бы она глобальная ни была, свести к минимуму, к точке. Но ее, как бриллиант, отточить. Его невозможно уже никуда деть. Он все равно уже сделан. Когда оборачиваешься назад, вдруг видишь какую-то достаточно большую дорогу, которая вот сзади тебя, да? И удивляешься. Собственно, я занимаюсь искусством только 25 лет. Но за 25 лет, надо сказать, ну, очень много сделано. Очень много. Но еще недостаточно для меня, чтобы сказать, да, вот это вот, пожалуй, лучшая моя работа. Лучше этого я, пожалуй, не сделаю. Этого еще нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok